Итак, всем доброе утро, уважаемые онлайн-зрители. С вами студия Александр Вальверин, преподаватель компании «Эльбург» и «Городеростоп-на-Дону». Я вас приветствую на нашем семинаре по нефти, металлам и кросс-курсам. Перед тем, как мы приступим, хочу увидеть ваши плюсы в чат, что будет означать, что меня и видно, и хорошо слышно. Поэтому, пожалуйста, как-нибудь отреагируйте, и мы готовы, в принципе, приступить. Отлично, вижу плюсы, значит, все готовы. Поехали. Итак, в принципе, по протоколу комментарии будут у нас на основном семинаре. Сейчас же перейдем к нефти, металлам и остальным веселям. Итак, в принципе, по нефти. Вчера мы, когда подошли к уровню 1200, я говорил, в случае, опять же, если будет пробой только данного уровня, можно зарекомендовать движение к уровню 12.25. Однако, пробоя не случилось. К вечеру, как говорится, немного даже подлили масла в огонь, я так скажу. Вот это вот движение, если честно, если брать, опять же, обычную статистику, которая вчера выходила и влияла, рассматриваю, как оборотную консолидацию, то есть, по сути говоря, вот этот выкуп и последующая нисходящая динамика, говорит о том, что в ближайшее время, скорее всего, мы продолжим движение в районе 11.70-12.00. То есть, единственная точка входа находится от всех, как говорится, на 15 долларов повыше. Пока же никаких действий совершать крайне не рекомендую, потому что, опять же, в продаже металла я никогда не рекомендую. Именно по своей системе с металлами и нефтью я продажи, точнее, открытие коротких позиций по данным инструментам не занимаюсь. А вот по длинным только уровень 12.00. Поэтому пока что бесперспективно. То же самое у нас и по серебру. В принципе, попытка вырваться, опять же, вот на такой импульс освещения наш вход в локальном движении, к сожалению, был закрыт на слопам. Поэтому, в принципе, динамику изменять не буду, несмотря на прорыв консолидации, только работа данного уровня. Хотя, если честно, в ближайшее время это все и может снизиться, как и золото, так и серебро немного больше. Чем в текущем выражении, как раз вот по ходу уровня 1.70 был бы актуален. Однако, я еще раз говорю, в короткие позиции металлы брать не стоит. Далее, американские индексы вчера относительно позитивно восприняли комментарии, точнее, прошу прощения, протоколы фонус. В принципе, там, опять же, никаких новых заявлений не было. Участники, конечно, ожидали оглашения даты, хотя бы намека на повышение ставки. Поэтому, в принципе, в ближайшей перспективе данные протоколы никак не повлияют глобально, ни на валюту доллар, ни на индекс. Поэтому, пока что S&P показывает максимумы и потихонечку будут двигаться, я считаю, к уровням адекватным, а именно 12.100. То есть, это целевое движение, к которому, в принципе, должны прийти. Нефть, наоборот, пока здесь, так, секундочку, это, кстати, интересно, минимум обновили. Да, минимум обновили, соответственно, готовимся к нисходящей динамике и к продажам. Это подтверждение, это пробой вот этого, пробой вот этой области вниз. Целевое снижение по нефти марки Brent остается все тем же, это 74 доллара за баррель. В принципе, нужно брать. Поэтому по динамике, в принципе, нефти, понятно, радует то, что снова вернулись в данную область. Нефть должна быть дешевой, доступной. И это, как говорится, для экономик других стран будет хорошо. Евроавстралиец. Единственное, так как мы вчера не совершали сделок, просто говорили о целевом движении. Он его достиг, пробивает уровень 1.45.80, то есть никаких захватов по движению у нас не было, так как если вы заходили от наших старых уровней, здесь, в принципе, стопы короткие, поэтому должно было вас из позиции выбить. В принципе, вот это движение, оно было, так сказать, более-менее спрогнозировано. Но, опять же, по точкам входа сейчас без остановок захватывать можно только движение вверх. Однако потенциал движения именно к верхней границе сейчас немного снижается. В ближайшее время возможен напил на данном уровне. Соответственно, если цена еще раз соизволит прийти сюда и говорить об обводном движении, если здесь не будет треугольной консолидации, мы сходим чуть повыше. Опять же, пока что я считаю, что, в принципе, это нормально на текущий день. Можно будет подготовиться к пробою вниз. То есть пробой даст лишь коллекционное движение. Здесь мы сможем захватить максимум, я считаю, где-то максимум центр. Но пока же, опять же, взгляд говорит о том, что будем двигаться к уровням 1.47. И это в этот район. Евроканадец. По нему проще. Мы просто переносим наши стопы, открытые с позиции ранее, и ждем целевого уровня 1.43, к которому мы стремительно идем. Пока что ничего глобального в мире не произошло. По данной валюте, в принципе, цели должны быть адекватны. Здесь уже можно будет задуматься немного об открытии коротких позиций. Но, как мы с вами пока находимся в длинных позициях, менять тактику не будет. Евро, швейцарский франк продолжает снижаться. Цели снижения имеются. Однако, я говорю, данная валюта уходит от нас. Потому что уже в следующей неделе будут добавляться новые валюты. Все, я жду от вас писем, какие валюты вы хотите видеть из кросс-курсовых здесь. И они попадут в наш мини-листик. Итак, наконец-таки, еврофунт приходит к данному уровню. Здесь у нас есть область консолидации. И от нее, в принципе, можно поработать. Это вот 1,28, вот она, 2,70 есть. Соответственно, воспринимаем данную область как... Сейчас, протест, 88, 270, да, мертвая зона. Соответственно, в случае пробития вверх и закрепления, мы заходим с вами на длинную позицию и наоборот. Потому что, в принципе, коррекционное движение здесь у нас даст где-то 100 пунктов. Именно вот в этот район будем метить, в случае, если пробьет у нас вниз, да, вот на эту консолидацию. Однако, более вероятным, считаю, что продолжение данного движения. И подход к... Вот, единственным... Да, почему нет? 82-й уровень. 82-й уровень выберем как целевым по движению. Это, что касательно евро-фунта. Опять же, час хороший сейчас должен быть, пробойный. Посмотрим, как будут проходить данный уровень. Евро-иена. Здесь без комментариев, потому что иена просто идет вверх-вверх-вверх без остановки. И найти какой-нибудь уровень отката, каждый раз становится все рискованнее. Поэтому в данном ключе пока что мы движемся в эти районы. Но, так же, как, к примеру, по евроавстралийцам, мы, к примеру, знаем направление, но точек входа, к сожалению, не имеем. Вот такие вот выстрелы. Главное, что мы помним, что здесь продавать не надо было. А это... Для кого сигнал, для кого нет. Если посмотреть, опять же, структуру на более младших таймфреймах, на том же самом часе... Ну, нет, мы с вами видим, что вот целевое движение. Которым... Нет, я даже фибу не хочу трогать. Брать это целевое движение, потому что, в принципе, оно уже... Не оборотное. А что, я, кстати, вопросом возникаю. У нас же здесь открыта позиция длинная. Переносим стопы вот сюда. И... Да, перенесли стопы. Как говорится, в этом мы успели. И это хорошо. Сегодня размышлял на тему удержания позиции. Как говорится, сделку толкает жадность, а из сделки страх. В данном ключе по поводу удержания как раз и имеется вопрос. Удержание, конечно, хорошо, когда мы выбираем хотя бы правильное направление согласно тренду. То есть, если мы с вами говорили о том, что ена прет вверх, то, соответственно, входы, даже, которые, возможно, закрыли бы, быты, могли быть закрыты по стопам, они являются верными. То есть, лучше, как говорится, идти по тенденции, пока она уже не смеется, и мы не изменим направление. Так и здесь. Вот по ене идем. В принципе, сколько здесь? 60 пунктов лишних. Даже 80. Я не знаю, те, кто до сих пор дожил до этого момента, не переживайте. Есть куда расти. Здесь не хватает пару-тройку отстрелов, таких, вот знаете, дневных дней по паре фигур, чтобы, как говорится, пришло реально успокоение для тех трейдеров, кто находится в продажах. Очень в короткие позиции по данной валюте. Вот на этой дистрибуции раздачи можно будет искать точки выхода. Евро-рубль. Евро-рубль. На евро-долларе более четкая консолидация видна на евро-рубле. Немного по-другому сейчас попытаюсь ее здесь отрисовать. Вот он консолидирующий уровень ниже. Вот он центральный. Но здесь с 59 уровнем не совпадает. Вот она. Мертвая область, от которой, в принципе, мы сейчас отбиваемся. Консолидация такая же, в принципе, в форме треугольника. Однако доллар-рубль эту консолидацию уже пробил вниз с учетом того, что эта консолидация шла достаточно долго и, в принципе, имеет форму накопления двух плоскостей. Вот именно вот в таком моменте. То есть, если брать именно вот два напила, то они сформированы нижняя грани и верхняя грани. Соответственно, по евро-рублю я считаю все так же. Целевые движения это в ближайшее время на 70. Сегодня в ДК я опубликую статью, почему по доллару. В принципе, такое же можно рассчитать и за евро. Единственное, евро будет двигаться намного меньше, чем, ну не намного, помедленнее идти, чем валютная пара доллар-рубль. Лишь потому, что евро относительно доллара в глобальной перспективе немного снижается. Поэтому у нас есть все шансы отменить новогодние праздники с евро по 63-64. Это вот актуальное движение, куда мы должны прийти. Где-то моя глобальная. 70 это, конечно, кто сказал, что 70 это плохо. Раз, девять, девять. Ну, в принципе, да. Должны. Сегодня, кстати, переломный момент, поэтому, в принципе, завтра пятница. Пора бы уже вводить, возвращать традицию, показывать перехай по нашей валюте. Новый максимум по пятницам. У нас была серия из пяти подряд недель, когда мы показывали перехай. Почему мы должны эту традицию нарушать. Так, евроавстралиец. Итак, по нашему входу, который мы держим, стопы подтаскиваем. Подтаскиваем, это у нас вход был со вчера, да. Подтаскиваем где-то в этот район, потому что сейчас фунтиком, я думаю, будут небольшие движения. Так, подскажет ли мне здесь математик. И правильно он подскажет, что сейчас будет коррекционное движение. 38,2 возможно. Отлично. Давайте математика сюда передвинем. ФИБА. Обожаю этот инструмент. Так. Соответственно, ставим стопы. Нет, так, по 38,2 жадно. Ну ладно, у нас здесь есть уровень 1,82. Если здесь еще верхнюю грань будет проламывать, то есть где-то в таком ключе. Я не треугольник рисую, то есть именно по теме восхождения. Если не будет обновления минимума, то есть возможность еще раз присоединиться к этому движению, которого в принципе цели мы не обозначали специально, потому что здесь тяжело рассчитать. Ну, вот такие вот взгляды перспективные. Так. Хотя вот цель она вот виднеется. Секундочку. Так, 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 так. Вот сюда идем. Да, вот это отбойное движение от уровня не брать, а вот именно прорыв данного диапазона с новыми стопами. Давайте я его здесь лишь бы не перепутать поставить. То есть вот это у нас будет сторонний вход, не тот, о котором мы говорили, то есть не тот, который мы трейлим. Это будет второй добор. Здесь можно будет, кстати, совершить пирамидинг по первой позиции. Поэтому, да, есть цели. К ним идем. Итак, фунт акад. Ну, здесь, как говорится, снесли по стопам. После этого мы не обижаемся. Считаем все-таки, что мы должны приходить к 1.75 в данном случае. Вот это вот. Так, давайте попробуем посчитать, подумать. Срыв, накопление, срыв, ТРВ. Итак, ждем подхода цены к этому уровню. Здесь работаем по нашей двойной схеме. Вот так вот. Цели вверх имеются еще даже по мере. Вот как совпадает, а? Отлично. Так, чтобы не загромождать. Цели вверх вот. Цель вниз. Но это все-таки подход к этой цели. Поэтому, в принципе, двойного действия. Сейчас заходить бессмысленно, лучше немного подождать. Фунт швейцарский франк. Глобально все-таки жду вниз, жду вниз. Но наши открытые позиции, короткие, там, дальний раз, два. Закрылись по стопам. Можно ли заходить вниз еще, если не успели? И тут, мои друзья, я вам хочу сказать, да, это можно сделать. Опять же, не нужно стесняться, не нужно бояться. Сейчас область. Так. 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 Да-да-да. Одну секундочку. Вот так. Control. Вот это у нас будет прорывное действие. Ждем его. И, как говорится, потом наслаждаемся видом из окна. Это вот прорыв, конечно, небольшой локальный, если получится. Потому что здесь, скорее всего, после ретеста, да, могут дать отскок. Кстати, дайте нижнюю границу. Поправлю. Ну ладно. Посчитаем, что вот этот минимум более правильным. Поэтому, допустим, не пробили. Но, однако, по локалке отбой пока брать не хочу, потому что мы видим, что накопление в виде треугольника пока дает пробой вниз. Цели по нему, в принципе, локально выполнены. Но, я говорю, это все интересно дальше продолжать, как говорится. Вот это вестребление. Фунта иена. Фунта иена. Также мы здесь уже два дня с этим ничего не делаем. Так же, как и по всем иенам. Несмотря на... Оп. Вот это интересно. Как говорится, позанимаемся историей по целям коррекции. Уже интересней. Однако, делать тут ничего нельзя. Стоим, паение и радуемся. Фунт НЗД. Также здесь нам стопики посносили. По заходу пока что ничего не рекомендую. Здесь... Вот она. Формируется некая область. С нее можно поработать двойным назначением. Подтверждение пробоя. Усиление вверху. Это будет пробой здесь. Стопы по медиане. Ладно, стопы потом не потерять. Цели движения вверх у нас в этот район. Вниз. К нижней грани консолидации. Это целевые движения. Однако, по цели номер вверх. Померить надо. Возможно, сопротивление здесь. Бросить половину. Итак, уважаемые онлайн-принципиумы подошли к концу нашего семинара по металлам, нефти и кросс-курсам. Разобрали все, что есть. Через буквально 5 минут у нас будет основной семинар. Поддержим мировой капитализм продажами нефти. И это хорошо. Итак, если есть вопросы, пишите «Есть». У нас времени мало осталось. Еще необходимо это загрузить. Запись будет доступна на официальном канале Аль Парье у меня в блоге. Поэтому, как говорится, кто опоздал, ничего страшного. Запись у нас присутствует. Чтобы задавать вопросы в чат, нужно всего лишь открыть личный кабинет. Как говорится, доставляю. Утро доброе. Можно кратко по золоту, а то вы пропустили. Дмитрий, не лезем. Дмитрий, не лезем. Потому что, опять же, кратко, не лезем. Потому что, серьезно, хотя даже тестим 80 уровень, я бы, я оставляю целевые движения по входу. Все-таки уровень 12.00. Поэтому здесь, в этой болтанке, ну, давайте добавим еще вот этот ТРВ. Это для тех, кто, опять же, не хочет ждать с моря погоды, хочет заходить пораньше. Так, свойствую. Ой, что я сделал? Что я сделал? Да, видите, у меня сегодня с утра мышка не слушается. Парадай, 100 лотов, да ладно, только сказки. Вот. Вот на это нужно будет посмотреть. То есть, будет область, будем видеть. Так, на этом, в принципе, наш семинар закончился. Буквально через уже три минуты у нас будет семинар по основным валютным парам. Поэтому не спешите, как говорится, отходить от ваших экранов. С вами я, Александр Вальверин, преподатель компании «Альпали» в городе Ростов-на-Доносе. Это четверг. Помню, что завтра пятница. Поэтому все, что, как говорится, заработаем сегодня, главное завтра не растерять. А если сегодня вдруг окажетесь в убытке, помните, что у вас останется всего один день, прежде чем вы уйдете с этим на выходных. А уходить в убытках на выходные как-то... Именно в убыточной я имею в виду позиции открытой. Не рекомендую. Всем спасибо. До встречи. Продолжение следует...